ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данном перекрестке трасса Р-2 является главной по отношению к дороге, идущей от съезда с трассы М-1 и Ляховичской объездной. При этом на примыкающих второстепенных дорогах установлен знак «Стоп», то есть выезд на перекресток с данных дорог без остановки запрещен. Что касается данного происшествия, то, как утверждают очевидцы аварии, микроавтобус «Фольксваген» темно-синего цвета под управлением 32-летнего мужчины ехал по трассе Р-2, являющейся приоритетной со стороны города. В это время серебристый автомобиль «Пежо» под управлением 33-летней женщины-водителя ехал со стороны трассы М-1 в сторону Ляховичской объездной дороги. Автомобили одновременно выехали на перекресток. При этом водитель синего микроавтобуса, двигавшегося по главной, не успел среагировать на появившийся перед капотом автомобиль. Произошло сильное столкновение. В «Фольксвагене» основной удар пришелся наперед автомобиля, тогда как серебристый «Пежо» принял удар в правую часть. Из-за сильного удара «Пежо» отбросило настоящий на перекрестке грузовичок «Мерседес», после чего легковушка еще и перевернулась. При этом в автомобиле «Пежо» находились двое детей в возрасте до 10 лет. К счастью, они серьезно не пострадали, получив лишь небольшие повреждения из-за разбившегося стекла. Тем не менее, пострадала 64-летняя пассажирка «Пежо». Ее бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям, что за рулем необходимо быть предельно внимательными. Нельзя отвлекаться на посторонние вещи, следить за дорожными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения. Помните, пренебрежение этими простыми истинами может стоить здоровья или даже жизни не только вашей, но и тех, кто находится с вами в транспортном средстве. Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность мужчины, который 2 июня в 19.20 в аптеке по улице Бреская, 281А, завладел чужим имуществом – кошельком одной из женщин, которая приобрела лекарства до него. Всех, кому что-либо известно о данном гражданине или его местонахождении, просим сообщить информацию по номерам 48-47-16 или по телефону 102. Анонимность гарантируется. Житель Барановичей получил 3 года лишения свободы по части 11 и 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Умышленные действия направлены на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. С учетом неотбытой части наказания по другому приговору, он был ранее осужден за мошенничество. В общей сложности его ждет 4 года колонии усиленного режима. На суде обвиняемый свою вину признал полностью. В Барановичах продавец одного из крупнейших магазинов товаров бытовой техники решил воспользоваться своим служебным положением. На протяжении 4 месяцев житель города Барановичи 1987 года рождения завладел 4-мя телефонами, выставочными образцами Samsung Galaxy. Всего молодой человек присвоил имущество на сумму 4 696 рублей, причинив при этом предприятию материальный ущерб. Продавец пояснил, что был уверен, что никто не за месяц пропажут демо-версии телефонов. Три телефона молодой человек успел продать своим знакомым. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье 211, часть 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Присвоение либо растрата. Каникулы не успели начаться, а некоторые школьники уже почувствовали вседозволенность и расслабленность. В Барановичский ГУВД обратился житель города и заявил о том, что неизвестный ночью повредил кузов, капот и крышу принадлежащего ему автомобиля. Сотрудниками уголовного розыска вскоре было установлено, что хулиганство совершил восьмиклассник. Как оказалось, в тот вечер юноша коротал время со своими подругами. Сверстники не только общались, но и выпивали. Когда компания проходила мимо припаркованного автомобиля, молодой человек решил показать все свое мастерство и с разбега заскочил на капот и крышу транспортного средства. Повреждения, нанесенные автомобилю, оказались заметны владельцу, о чем он и сообщил милицию. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хулиганство. При проведении работ на путепроводе в Барановичах пострадали электромонтеры. При проведении работ по ремонту силового кабеля 6 кВт на путепроводе по проспекту Советскому в городе Барановичи произошло короткое замыкание. Рабочие получили электротравмы. На одном из них загорелась одежда. В результате оба были госпитализированы. Кляховичским спасателям обратилась женщина из деревни Малая Подлесия. Она сообщила, что возле дома ползает змея, шипит и бросается на нее. Прибывшие на место работники МЧС при помощи специального инструмента отловили змею, который оказался уж. В результате инцидента никто не пострадал. Утром 8 июня произошло загорание в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Коммунистическая, 15. Загорание произошло на балконе. В квартире проживает молодая семья, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей. В момент инцидента папа был на работе, а мама отлучилась в поликлинику. Дома никто с детьми не остался. Покой соседа, находившегося к счастью дома, нарушил звонок в дверь. Двое детей из соседней квартиры сказали, что у них дома пожар. Мужчина не растерялся, а моментально дореагировал. Забежал в квартиру, в которой находился еще один ребенок и вынес его. Вздомление было не сильным, но стоял стойкий запах гари, попадавший в квартиру с балкона. Двери балкона и окна были закрыты. Все дети до прибытия родителей находились у него. Дети не пострадали. Спасатели ликвидировали загорание за считанные минуты. В результате пострадало имущество, находящееся на балконе. Причина пожара устанавливается. В целях предупреждения пожара в жилье МЧС настоятельно рекомендует никогда не оставлять детей одних без присмотра и контроля. А при возникновении пожара немедленно звонить по телефонным номерам службы спасения 101 или 112. В Барановичах утонул 22-летний мужчина. По данным следствия, днем 3 июня из озера Светиловского в городе Барановичи без признаков жизни было извлечено тело молодого парня. Его личность установлена. Им оказался 22-летний житель одной из деревень Невоцевического района. Предварительно установлено, что погибший прибыл в город 29 мая и становился своей знакомой. На следующий день он решил прогуляться по городу. Находясь в одном из баров, он употреблял спиртное в компании случайного знакомого. Около часа ночи, 31 мая, мужчина покинул помещение бара и не вернулся. Родственники сообщили в правоохранительные органы о его безызвестном исчезновении. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался вдоль берега. В какой-то момент он наступился и скатился в воду. По данному факту, барановским жироинным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В барановичском районе мужчина во время полевых работ нашел гранату F1. В дежурную часть барановского РОВД позвонил житель деревни Колдычеева. Он рассказал, что во время полевых работ наткнулся на предмет, похожий на гранату. Саперы определили, что мужчина нашел гранату F1 времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию и других взрывоопасных устройств не обнаружили. Найденный боеприпас уничтожен. УВД напоминает, что при обнаружении боеприпасов нельзя к ним прикасаться. О находке нужно сразу сообщить в милицию. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова